шалам роха мы продолжаем наше путешествие сегодня мы говорим опять же углубляемся и получаем по моему уникальную информацию что такое битахон и как это работает по-настоящему есть ему на и битахон есть вера есть уверенность мы будем стараться использовать именно слова на иврите чтобы мы привыкли потому что любой перевод он это теряет настоящее значение глубиной этих слов эмуна это вера битахон это уверенность упование я помню когда я первый раз пришел в ешиву и это было в америке я как бы попал в класс где уже были ребята которые были гораздо более продвинуты чем я это было много русскоязычных ребят тоже я был очень удивлен что что мой учитель до сих пор он являлся моим ментором прошло больше двадцати лет он когда он упоминал эйсова он говорит грилл раша лаван раша титус раша паро раша и я удивлялся почему все эти такие злодеи они связаны с раша с россией так как это было мое знание английский я знал но то что раша это значит злодей для меня это было мне было неизвестно и это было мое первое такое впечатление что нужно все равно нужно использовать еврейские слова нужно их объяснять но цель моего учителя всегда была чтобы мы могли пойти на любой урок любое место и когда мы слышали разные концепции и понятия мы с нами понимали о чем идет речь есть ему на из битахон роман объясняет что без битахон без ему на это невозможно если у человека есть битахон это построено на его вере на ему на другой стороны если часть ему на но это не значит что есть битахон битахон это уровень гораздо более высокий более глубиной более более реальный более практичный это не каждый из нас может это достичь в холос ливаус говорит страшную вещь что как мы проверяем если достиг ли я уже какой-то уровня битахон это проверяется мои мои минуха танэфиш моим спокойствием моим гармони на моим внутренним балансом когда это у меня есть значит показатель это модель это измеряет сколько у меня действительно есть битахон уверенности значит мы сказали что чтобы начать эту лестницу по которой мы должны подниматься это начинается с ира ташем есть страх перед творцом наш трепет без этого мы не сможем начать подниматься они приближаться к битахон настоящему битахон если у человека битахон это значит что я живу с творцом как мы это видим а если я живу с ним у меня автоматически есть трепет есть и страх перед тем когда чувствую его близость номер два это и мет это м с этот человек действительно он живет с правдиво истинно он не приближается отдаляется от лжи так как ашем и ложь это это совершенно не несопоставляемого это невозможно чтобы находился одном месте поэтому он макбит он он внимательный чтобы его жизнь она действительно шла помидата и мет по качеству истины правды это тоже нам помогает литрохекми на софек отдалиться от свекот от софек это вот это от сомнений от беспокойствия софек это амалек это это то что нам постоянно дает какие-то неуверенность и и последнее что битахон вот это вот качество уверенности она как сказано оба тэх беа шэм человек который верит в творца хэсэд и саввэвэну а вот это мидат ха хэсэд особая доброта особая обилия она его окружает значит что человек сам решает как к нему будет относиться сверху если он работает на мидат битахон над этой уверенностью в творца тогда автоматически наверху к нему зеркально открывается вот это вот качество хэсэд обилие и благословение если же человек выбирает жить жизнь беспокойствие жизнь свекот сомнений и страха перед вещами которым нужно бояться тогда также это провоцирует то что там есть дин там есть суд и это ведет за собой то что у него есть действительно чем беспокоиться не действительно но он по его мере он будет беспокоиться раньше я думал и так часто такой стереотип что мы думаем что есть люди которые очень беспокоятся и они всем находят какие-то причины беспокойства но это тоже работает по-другому если человек беспокоится беспокоиться нервничать и так далее тогда он тоже у него над ним открывается ворота который ему именно вот это приводит его жизнь в дальше мы должны понять очень интересный парадокс что чтобы работать на битахон над над уверенностью творца это значит что мы должны использовать свой сейх или свой разум чтобы мы обдумывая смотря на природу смотря на чувство чувство благодарность творцу и обдумывая историю еврейского народа и обдумывая тору и этим мы внутри в себя приносим этот медат битахон вот эту уверенность творца значит это идет через разум но позже мы видим что именно разум это то орудие это та вещь которая мешает нашему битахон но человек находится в испытаниях он допустим он он заболел волейна и он старается быть работой на своем битахон быть уверенным в процессе что он может его избавить от всего и спасти вот этой болезни то разум начинает говорить с чего это вдруг кто сказал что ашам тебя спасет посмотри на других они у них были такая же ситуация им ничего не помогло они были лучше тебя и так далее и так далее разум начинает быть очень скептически и начинает нас пройдите минут эти сомнения и показывать нам разные статистики и говорит что это все нелогично нерационально и здесь у нас с одной стороны мы должны использовать наш разум для того чтобы все это в принести нашу жизнь эту чтобы она была перешла на битахон но когда уже у нас есть это качество битахон тогда мы должны осторожно убрать в сторону этот разум и не использовать его чтобы как противоречие то того битахон который мы дошли можно даже сказать это немножко звучит остро так сильно что человек утром битахон он немножко выглядит ненормальным он выглядит неординарным человеком он он начинает как-то быть уверенным вещах которым незачем быть уверенным он не беспокоится вещах которым надо беспокоиться и люди на него будут смотреть с удивлением из как-то даже в шоке от его реакции этого поведения этого и это это барьер нужно нужно перейти нужно знать как это как себя вести в таких ситуациях потому что если люди живут совершенно по другим меркам по другим критериям и принципам тогда им тяжело как-то понять человека который действительно уже перешел на уровень битахон но как мы видим битахон у него есть очень много уровней и мы сегодня действительно начнем ощущать начнем понимать как он действительно работает в нашей жизни в этой рутины этой жизни в мы сказали что с одной стороны это выглядело как спор между sparks и другими раввинами когда мы сказал что если человек и есть уверенность она вера что ажем удаст что-то это нет никакой гарантией что ты получит это не значит это ничего не значит чего это вдруг хашем то что мы считаем правильно манова даст то что нет нет а другие сказала нет человека если у него есть настоящий битахон настоящая уверенность он может добиться всего и ответ который был дан на это противоречие что сам хозяин и другом месте тоже говорит что действительно битах он может человеку дать любу все что угодно как же это не противоречие то хозяин говорит о ему на человек верит он верит что действительно творец может все и так далее теперь но если он захотел что-то ингу что я действительно верю что же может мне это дать нет никакой гарантии что-то получит битах он это уровень на который можно дойти после очень большой работы и очень шоу пути что человек понимает рацион ашем он понимает волю творца понимать что действительно чем хочет в этом в этом ситуации и тогда он говорит что вот это моя воля она действительно соответствует она полностью я идентифицирую себя с тем что ашем хочет в этой ситуации и тогда действительно это можно получить он получит это потому что он не хочет что-то для себя то что я верю что ашем сделал все что я хочу нет я понимаю я верю мне уверенность в том что ашем вот это хочет сейчас и тогда действительно это реально становится реальностью в человек начинает жить в мире творца он 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 выходит совершенно из этого из этого мира и правил этого мира который правил природы он поднимается наверх и там он видит рацион ашем и тогда действительно становится реальностью если это так как мы сказали значит нам нужно использовать разум чтобы она вошла и потом смотреть чтобы этот разум ее не ликвидировал и не парализовал чтобы мы могли действительно не использовать правильное значение в можно дать такой пример который может нам помочь тоже как понять это это как магнит нас есть два магнита которые притягивают себя поэтому разум когда мы действительно используем разум правильно он притягивает себя ему на это это вера это битахон он входит в нас когда он вошел в нас то этот магнит он уже находится с другой стороны и теперь у них у них есть такая противодействие он отталкивает друг друга после как он разум затянул себя ему на этот битахон то теперь когда он находится внутри у нас есть это противодействие и тут нужно смотреть чтобы они друг другу не мешали в как пример этому можем дать из нашей истории во время того как маша бэйна понимать на грустной первый раз и а чем дает нам тору то в этот момент есть огромный есть огромнейший шум гром молнии и задается вопрос почему если это дается тора должен в такой-то полной гармонии то были цветы было красиво было тишина тоже какой-то момент но были какие-то очень стихийный были как стихийные бедствия как конец света мы видим что когда тора дается второй раз этого не было объясняет аризал очень глубокую вещь что в во время египта египетского рабства то мы знаем что было шеветолеве было колено левитов и остальные колено которые были прообычены колено левитов были освобождены от рабства потому что я если в самом начале так все устроил и они занимались торой у них получилось именно как 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 серебро как золото она когда варится когда она это избавляется от всех примесей то также они избавились от всего негативного то что находится внутри то что мы говорим мы сегодня стараемся понять что амуна который находится в голове она выпускается в сердце и после этого она переходит на все наше тело и у них есть возможность и они действительно добиваются того чтобы они очищают свое тело поэтому когда через 49 дней получают тору хотя тоже еврейский народ поднимается на вот эту 49 ступень но это не внутри внутри все еще есть вот эти сегим вот эти вот примесь который они них не было возможности не было времени а очиститься от нее поэтому при на горе синаи происходит конфликт происходит это вот потрясающее открытие святости которые там ашем открывается то есть конфликт с вот этой еще не готовностью это не не очищенностью и поэтому через некоторое время через короткий срок появляется золотой телец и мы теряем этот уровень который мы достигли на горе синаи наши короны наши на саванишма мы опускаемся наверх мы начинаем все сначала колено леви она не участвует в золотом телец и потому что они да действительно смогли очистить себя до конца поэтому то же самое с нами наше поколение на в каком-то смысле похоже на поколение в египта также там у нас поколение в пустыне у нас было полностью все наши нужды у нас было бер мирям была вода которая постоянно шла с нами у нас был man и да самое лучшее которое можно себе представить у нас было она не оковод были а специальные блока славы которые нас окружали наше физическое благоустройство было на очень высоком уровне мы посмотрим в каком-то смысле наша обилие сейчас она может даже чуть ли не больше чем там у нас есть комфорт у нас есть обилие еды но водопровод чуть ли не лучше чем в мире им не нужно никуда даже идти и так далее и так далее мы живем особенно никогда еще не было в истории человечества такого большого комфорта если поколение раньше целой книги написаны где когда он как делать поститься как валяться в снегу как разные проводить какие-то аскетические вещи чтобы как-то себя поднять улучшить очистить наше время нам нужно работать на том чтобы мы поднимали этот хомер это материальный мир у нас есть еда на эту еду нужно кушать с с особым кованой с мыслями с намерениями чтобы это чтобы нам дал силу что мы использовали это для того чтобы делать митцвот весь этот мир который окружает нас мы можем его поднять использовать для хорошего для то польза так и души которые в нем есть на мне это на не наша задача сейчас поститься и и как-то себя карать разными вещами аскетизм это не наша работа но как и в каком-то смысле это сложнее гораздо легче сказать что я отказываюсь от этой еды я сегодня буду поститься чем взять эту еду и сказать богословение как это надо и скушать именно тот то количество еды которое мне даст силы они будет забирать у меня силы это сделать опять же с со всеми намерениями это сложнее гораздо легче отказаться и уже вечером начать кушать какой-то там хлеб с водой и солью без какой-то табы без какого-то вожделения потому что это просто еда у нас есть огромное обилие и вот в этом лежит наше испытание и этим когда мы над этим работаем мы также мы себя а исправляем изнутри потому что как мы сказали что это ему на она должна перейти из нашего разума нашего сердца и стать частью нас поэтому в когда мы занимаемся бизнесом занимаемся мы 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 у нас отношения с нашими близкими людьми как мы к ним относимся как мы искренне себя ведем это все показывает насколько это уже осталось становится частью нас внутри и не только снаружи теперь в начнем наш путь в наше путешествие что такое бетахон как это в реальности нашу жизнь меняет и наши отношения к тому что происходит вокруг нас мы говорили об этом мы говорили это в разном ракурсе но у меня персонально не так это работает что иногда слышу одну и ту же идею одни концепции несколько раз но иногда это выглядит это это в другими словами другими примерами и я такой клик есть такой клик который говорит что вот сейчас по-моему это понимаю и это очень важно найти им на ту те слова и те примеры которые у каждого человека персонально это говорит к нему это входит в сердце в человек говорит что у него есть парноса на он верит что его заработок он зависит от ашема и действительно полностью верю что это все уже в расширена было решено сколько я заработаю как это будет я верю что ашем это от тебя это номер один номер два когда происходит какие-то что идет не по плану кто-то не заплатил кто-то был кто-то обманул кто-то что есть какие-то потери тогда я могу сказать хорошо все к лучшему и наверное как-то это справиться я верю что ашем все как бы действительно было уже решено но дойти до уровня сказать что вот сейчас когда это происходит передо мной перед моими глазами это ашем говорит со мной это происходит именно вот здесь сейчас если у человека магазин то это не магазин где он решает какую сделать рекламу какие продукты купить сколько какая цена будет и так далее это все на самом деле в каком-то мысли это ашем ему это канал где ашем он дает что-то это все на самом деле левушь это какое-то деяние какая-то скорлупа какой-то какой-то вещь которая просто ему на самом деле это канал где ашем ему что-то дает а когда я продаю что-то это не я продал это значит что я говорю о чем спасибо что ты сделал так что это продал и так далее так далее начинаем видеть что это есть себя мысовых есть источник есть причина есть то что из нее выходит ее последствия в нашем мире мы очень привыкли сказать что да действительно я верю что ашем ты создал мир и ты им правишь и ты 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 всемогущий и так далее но когда мы смотрим вокруг нас на что что происходит вокруг мы забываем что это тоже ашем это тоже все полностью это его орудие ты его диалог с нами это то что он делает в этом мире чтобы чтобы нам чем-то научить нас куда-то продвинуть мы вот это вот связь нас теряется и вот это именно то никуда то там то звено которое связывает муна и бетахон человек верит или у него бетахон он уверенность он верит что вот это здесь есть передо мной творец мы дадим примеры чтобы это лучше понять в у человека опять же какие-то не уладки и когда он 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 это он середине этого всего он только видит вот этих вот конкуренцию или или его кто низ кто-то его обманывает кто-то к нему что-то не не исполняет как он хочет он только видит вот эти вот субъекта вот эти вот людей этих этих ситуаций он не соединяет это что это все от творца например в мы должны понять что ему на веру мы ее покупаем мы ее получаем в ночью когда темно мы говорим в мариф вечерней молитвы у нас хаба лейлос наша вера в тебя она ночью она когда темно когда тяжело когда у человека испытания до него не идет на он не приспевает он не хочет и тогда он должен работать над ему на он получает ему на получает веру когда он это проходит битах он мы получаем когда все идет хорошо когда все плавно действительно я я мы бизнес на карьера мои отношения с людьми мои планы все идет отлично и тут ты должен понять что сказать что вот это вот это 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 все я ташем это рука творца тогда мы получаем битах он ему на это в темноте а битах он когда есть свет когда идет все по-хорошему в когда это происходит я должен сказать что действительно я вижу что это творец это от тебя в общем шампинкас он стоит одного человека спасибо когда ты встреча встретил последний раз творца он удивился такого вопроса и он сказал что это значит и когда вообще объяснил ему что такое битах он что где как это мы живем этим то человек задумался и он сказал две недели назад это это грустный ответ но это 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 ответ это человек задумался действительно он 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 реально посмотрел на вещи когда я действительно сказал что вот это вот действительно вот это то что происходит здесь в моей жизни это вот рутина вокруг меня это все на самом деле творец это я я себя подключаю я соединяюсь сиба с источником с причиной всего не только то что какой-то коза эффект что-то из этого выходит какие-то последствия нет я понимаю что это действительно среди но это передо мной в это 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 большой уровень и и сказано что из-за ха хам кто какой человек считается мудрецом умным человеком макират никому он знает его место человек ты знает где мое место он это эта мудрость это не мой мой айкью не не мой концент моим моего интеллекта надо знать где кто я такой что я такой и это дает тебе статус умного человека то же самое здесь мы можем прыгнуть вдруг на какой-то очень высокий уровень но пять минут в день на где-то здесь чтобы мне не нужно сказать что я встречался с творцом две недели назад два месяца назад прошлом году на что у меня это было вот это вот конфронтация вот это вот понимание это реализации что действительно творец вот это все что происходит здесь это ты если так мы понимаем что если человек это не приближается к этому уровню он остается на на более низком уровне то это приводит к тому что у него есть цим цум у него есть ограничение у него есть все он стесняет все возможности ограничивает на ограничение что весь смысл что h&m создает этот мир это он митом цемы сатсмо он он себя как бы ограничивает как будто бы убирает из этого мира чтобы дать нам свободу выбора но если мы поднимаемся выше тогда мы забираем себя из этого мы мы выпрыгиваем из этого мира ограничений и тогда опять же человек открывает для себя огромный мир этого обилия благословения без границ это этот мир тут все зависит от заслужил человек не заслужил у него есть мекатриги человек когда просит от творца что-то он должен просить у него не про носа а я хочу заработок я хочу столько-то денег я хочу столько-то такого-то успеха он должен просить битах он я хочу уверенности в тебя я прошу заработок а то там есть огромное количество ангелов из целый порядок как это работает из каналы там проверяют человека он заслуживает они заслуживают кто он такой вообще что это вы с чего это он просит смотри что он сделал вчера что он делает сегодня он как он как что для чего он использует все свои все что мы ему даем там цим цум там дин там там ограничение там судом там там непросто но когда человек просит битах он как можно сказать на это нет как человек может ну и когда если человек из битах он хасад и сувевену тогда его хасад его это доброта это совершенно другая меда другое отношение окружает его пример этому мы видим был известный раф это он был раввином рафа бояру не учился до франт он жил именно этим чтобы принести ашема в мою жизнь чтобы это было не теория ты не было ему на это был битах он он хай им ашем он жил с творцом он к нему пришли и рассказали ему следующее что произошло что одна очень большая организация благотворительности у которой каждую неделю была программа что они развозили овощи фрукты овощи для множества семей это был огромный проект который помогал тысячи семьям и перед очередным вот этим акции этой то позвонил и главный поставщик фруктов и работающих и сказал что он в это на этой неделе у него не получается на что а ответственный за эту эту организацию он подумал что он видно решил что он получил где-то другом месте больше да мы покупаем него оптом он главный поставщик но видно он получил где-то лучшее предложение на что он сказал начал его уговаривать что нет нам это насколько важно и уже мало времени осталось и тот поставщик он поставил он сказал нет в этот в этом в этой неделе действительно он хочет отказаться от этого на что этот управляющий от организации сказал так ему он поставит ультиматум если ты отказываешься на эти недели потому что он считает что у него наверняка есть какое-то лучшее предложение то мы с тобой приводим от на наши наш контракт и больше ты не будешь нашим поставщиком нашим главным поставщиком тут это были оптовые закупки это бюджет был миллионы шекелей на что окей то поскольку что хорошо ничего не если так я я я подумал об этом он позвонил сказать что хорошо я привожу эти фрукты овощи этот заказ он действительно привез это и когда через пару дней не начали это упаковать то почти вся эта продукция он она испортилась это был просто невероятно большинство все этой фрукты овощей они испортились и он пришел этот управляющий пришел к рафрану и начал жаловаться и он был настолько в шоке настолько переживал то что тоже это же деньги которые собирались от боготворительности это для бедных людей и он объяснил ему что в этом была его ошибка что он считал что вот этот поставщик он хочет его обмануть он хочет его он он у него есть какая-то лучшее предложение и поэтому он начал на него давить и есть и штат лут есть нужно стараться вот если этот мир построен на том что я не могу просто сидеть сложав руки и ждать пока все ко мне придет я должен делать какие-то усилия и он это приложил усилия но после этого ты должен понять что h&m это не не поставщик тебе позвонил h&m тебе позвонил и после этого ты должен был оставить его пойти к другому поставщику него получить заказ и на этом идти дальше ты это не сделал ты решил что нужно воевать против этого человека нужно его заставить нужно его не дать ему другого шанса и ты видишь что ты получил и здесь это тонкая линия это это тяжело здесь понять что относится к моим усилиям где они где граница то есть его царик он был в тюрьме он находился там 10 лет под землей и теперь у него есть шанс один из его людей с которым он как-то наладил отношения сара машка пиво который занимался напитками фараона он выходит на свободу он возвращается не просто особо он возвращается дворец к фараону говорит вспомни обо мне я тут это ошибка я тут совершенно невиновен несправедливо он говорит ему два раза вспомни обо мне эти два слова он остается еще на два года в этой темнице это тюрьме и только после этого он мгновенно выходит захартане он сказал что два раза он вспомни обо мне он получает еще два года есть несколько объяснений работа бахаи говорит что на уровне если фацаны на его потрясающем уровне битах он это ему ни в коем случае нельзя полагаться на такого низкого человека как как и и какие-то старания стараний любишь что длут в его ситуации не стоит это считается неправильным он оказывается за это хазанэйш и вы скоро говорить немножко по-другому знаешь говорит что так как этот сара машка он был совершенно он был таким арогантным человеком он был на него нечего надеяться ты должен делать и что длут старания но они должны быть как-то рациональные они должны быть каком-то смысле похоже на настоящие старания то что умолять этого сарамашки этого а египтянина чтобы он тебе помог это как отчаяние отчаяние это не если в ацарик если в ацарик он не это не у него не может быть такой меды такого качества близко ров говорит немножко по-другому он говорит что что получается он склон два раза учил два года и он сказал один раз он причем бы год нет мне что если бы он один рассказал тогда он бы ничего он бы ничего не получила на вышел что нужно делать и штат fluid нужно делать старание нужно стараться как-то выйти из этой ситуации а чем мы послал этого этого египтянина может быть из за этого чтобы он как раз через него вышел но так как он еще раз это сказал тогда тоже первый раз считалось не как и штат лут это было что-то что он слишком полагался на эту египтянина потому что получает два года это тяжело это не просто каждый должен понять где этот и штат лут но если мы видим что перед нам говорит все что происходит здесь этот творец говорит с нами это его диалог это это не случайности это не какие-то постоянно какие-то он виноват она виновата здесь это подошло из-за этого я из-за потому что я это купил потому что из-за этого сделал здесь есть план из какой-то ашем говорит с нами он жить вместе с творцом здесь вокруг нас тогда наши действия они у них получается другой оттенок другая другое направление в мы видим здесь еще один аспект что насколько бы это не было бы большой высокий уровень но когда мы знаем что как это работает мы знаем что-то эксистиры что-то что-то есть что существует тогда мы уже можем начать к этому придвигаться это как можно сравнить как ребенок идет с отцом по магазину что папа купи мне вот это вот вещь что это такое нет я не знаю знаю но вот это вот вот это вот игрушка вот это вот что или я не игрушка игрушка это что вот это я хочу что это мы не знаю что если мы просим ашем дай нам битах он дай нам нам нужна уверенность его мы хотим тебя полагаться полностью нужно понять что это значит что это такое сейчас мы начинаем уже понимать что это значит значит что мы должны научиться жить с творцом должны оба опустить с небес на эту землю нужны его это ему на это это теоретическая вера она должна быть здесь в этом мире в этом постоянном вокруг нас чтобы не происходило опять же творец говорит с нами накончим одной потрясающей истории которая произошла не так давно есть уже несколько версий но так как сестра этого человека начнем так в 1982 году была операция в ливане и при этой операции 6 солдат израильских солдат они пропадают без вести один из них его убивают вот и позже позже находят его в сирии двое выживают и их бару хашем их возвращают израиль остальные трое они без вести никто не знает где они захария бамаль цви фельдман и написал иуда кац этих трех солдат годами годами их ищет особенно отец захария бамаль эта семья который приехал из сбора парка из-за 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 америки религиозная семья их сын идет в армию в те времена было были другие условия и он сержант в армии и он пропадает без вести его отец иона он ездит по всему миру он обвиняет государство что он недостаточно делает чтобы вернуть его обратно он считает что есть большая шанс что он еще жив он являет но считает что армия и правительство они недостаточно заинтересованы в этом не слышно делать усилий так продолжается много лет в 2000 2009 году 10 лет назад рапиона он умирает и к сожалению он не видит никаких результатов своих поисков в 2019 году несколько месяцев назад вся семья собирается эта информация написала письмо сестра сестра захарий вам она она пишет описывает это в письме и собирается вся семья и они решают что они больше не будут не винить не царь не израильскую армию не правительство не биби не никого они смириться с тем что есть это воля творца они делали свои усилия и вот они принимают на себя смириться с тем как это есть это не случайно с этим просто так значит это воля творца через два дня телефонный звонок один из высших ранков из генералов израильской армии он звонит и объявляет что нашли тело захарий бом и семья вот это страна что она поделилась этим генералом что действительно она говорит что мы только только что решили больше никого не обвинять и кого нет никому не жаловаться принять как это есть и вот сейчас как только мы это мы это решили вы звоните нам тогда этот генерал он почувствовал какую-то здесь когда человеческая как эта связь он сказал что я вам расскажу что случилось что для меня это тоже очень мне это потрясло у нас была информация что готовится покушение готовится террористический акт против армии россии и мы передаем эту информацию и действительно было спасено большое количество русских солдат как знак благодарности нам предложили какие-то условия какие-то услуги и мы чтобы показать что-то ответ ответный знак у нас было большое собрание и мы у нас был целый лист с многими требованиями или просьбами которыми российская армия и правительство могло бы нам помочь особенно в сирии одно из требований мы старались это все сжать нас вышло три главных требования и одно из них это было вернуть нам тело захарий помню и когда при встрече не пришла встреча с этим главнокомандующими армии российской армии в сирии то у меня как 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 совершенно необъяснимо все было как-то затемнело и единственное что мне пришло в голову это что попросить чтобы они нашли останки и вернули нам останки захарий баймель и они были в шоке потому что это говорится 30 прошло 37 лет это мир это солдат ну мы говорим в останки он не в живых и если тут возможность что-то попросить это то что просит я объяснил что действительно это что то что для нас важно для нас каждый человек даже даже после смерти он должен вернуться ему нужно похоронить на на еврейском кладбище ты должен был киды шашем для них и они даже потом есть версия что они были готовы даже помочь нам других других просьбах но это было в марте в апреле биби нетаньяу он находится в москве и путин в торжественной церемонии там они передают все останки форма захарии его сапоги по моему даже все передается и на следующий день на хардерц в иерусалиме похороны где тысячи людей участвуют похоронах захарий баймель здесь мы видим вот это рецепт тут это вот что что мы постараемся понять что беток на то что принести ашема сюда не не посмотри где источник где себя где где находится причина всему что происходит вокруг нас это не он и она и и другие какие-то препятствия к этой барьеры это все ашем говорит нам мы засажаем чтобы этот бы тохом мы говорим это то что то что мы потихоньку потихоньку можем расти в этом и работать над этим открыть наши глаза начать увидеть на камуском сейхель мы сначала разум это приходит сердце приходит наше тело и мы тогда мы начинаем чувствовать что мы уже начинаем жить с бетахон спасибо успеха